давайте будем начинать всем добрый вечер здравствуйте сегодня мы посвящаем наш эфир такой интересной теме как фокусы языка и с очень интересным дополнением периодическая таблица фокусов языка о том что это такое как этим пользоваться для чего это нужно сегодня мы и расскажем а вот говорят что фокусы языка не работают что по этому поводу не сказать сказали мы сразу с козырей мы сразу с козырей конечно да потому что есть есть некоторое такое мнение но она периодически присутствует о том что фокусы языка и такая штука ну не очень что ли работаешь или сильно не везде работающие или это какой-то там софизм заморочка и вообще говоря там нормальные люди так не поступают но нормальные люди ну и не занимаются тоже мы знаем да об этом там что про фокусы языка да ну мне кажется прежде чем говорить о том вообще что там работают али они или не работают не смысл упомянуть тот факт что фокусы языка это фактически наша речь это это не это вот то что мы говорим каждое наше предложение это какая-то лингвистическая конструкция которая призвана донести информацию из нашего внутреннего мира знание о чем-то там другому человеку да то есть рассказать о чем-то а и вообще фокусы языка появились на основании того что стали дилдс дилдс наши классные великий роберт дилдс он стал что делать он проанализировал тексты людей которые умели внушать какие-то свои дела убеждает других людей в своих мыслях до своих каких-то мега мега революционных идеях на вот и по большому счету он что анализировал она он анализировал как они говорят поэтому говорить о том что фокусы языка работает или не работа не знаю может как-то договариваться с вами другом внимание на на важное хочу обратить внимание роберт дилдс моделировал моделировал людей которые не с убеждениями работали которые не там не лечили людей от ограничивающих убеждений роберт дилдс моделировал людей которые работали с картой мира человека да конечно она в том числе основывается и на убеждениях да конечно не там есть да конечно в процессе эти люди меняли убеждения людей но они их не только меняли они хочу и создавали они еще и говорили о том чего не было двое по большому счету человек горел какой-то идеей а у него была какая-то сверх ценная миссия миссия которая вела его в жизни по жизни да и эту идею он хотел донести другим людям вряд ли он там сидел и осознанно думал вот мне надо так сказать или вот так сказать да вот он говорил он говорил говорил так что другие слушали и вовлекались эмоционально включались зажигались и шли за этим человеком строил фактически фактически строил демонстрировал показывал до очерчил новый мир новую карту если нашими языком говорит на и опыске на всех уровнях вот если если тут мы как раз таки будем уже вспоминать для картинку с этой самой периодической таблицей там эти уровни как раз таки и есть там есть и сенсорика нижняя строчка и цели задачи и убеждения ну то есть некоторые итоги и ценности то есть вот они слоистый слоистый мир это даже более чем 3d модель альтернативной реальности которую человек призывал за собой идти вот а собственно говоря легкая неправильность возникла вот когда тогда промоделировав промоделировав людей которые строили новую реальность ну там пока имеют наполовину они и строили да там ладно пусть наполовину они меняли старую этом действительно изменяли убеждения людей которые присутствовали до но там наполовину давайте будем считать что они строили новое когда делать это все промоделировал он создал он создал фокусы языка выделил вот эти вот самые структуры точнее выделил не структуры выделил паттерны и в книжку то он их ввел как исключительно паттерны работы с ограничивающими убеждениями то есть он он немножечко так по дороге что чуть-чуть потерял может быть или как-то или просто не брал я наверно склоняюсь к тому что он просто не стал брать в работу то что на то что меняет мир создает мир человека да потому что книжка книжка роберта дилтс она пронизана терапевтическим человеколюбия она пронизана идеей освободить человека от плена его ограничивающих убеждений и дальше пусть он живет свободный ну а мне кажется с некоторой точки зрения делится можно понять даже если не привязываться сейчас к вообще к идее там фокусов языка давайте просто воссоздадим до ситуацию вот там был иисус христос который нес в мир какую-то идею любви где это милосердие добра и он нес эту идею людям у которых уже есть своя карта и по большому счету что нужно было вот ту карту людей трансформировать до снять ограничения в той карте у людей и по большому счету конечно мы тогда и говорим что с этой точки зрения это будет работа с ограничивающими убеждениями это преодоление того что людям мешает прийти к любви там и милосердия своей книге фокусы языка роберт дилтс пишет что однажды ричард бендлер показывал очень интересную работу на одном из их вечерних нлп клубов давайте будем так это называет нам как если бы но при клубы такие были давно да на одном из на одном из их собраний бендлер пришел и говорит ребят давать час я придумал новую штуку быть давайте лечите меня и начинает рассказывать насколько у него все плохо и к нему значит пытаются применять там эта модель еще чего-то бендлер исключительно талантливо удерживать вот этот проблемный паттерн и дилтс пишет я как когда его слушаю я увидел услышал что он использует вот те самые паттерны те самые паттерны фокусов языка но он их использует неправильно да он использует другую сторону он их используют с обратным знаком о чем о чем это о чем это о чем пишет дил за о чем он говорит о том что он в живую видел конкретно как люди не разрушают ограничивающие убеждения а как они создают модель мира из ограничивающих убеждений где ему плохо бесперспективно нет выхода и 15 первонелков не могут с ним справиться да не могут его вылечить но с другой стороны о чем это говорит что не имеет значение там в какую сторону мы работаем мы а трансформируем или мы еще больше ограничен мы пользуемся теми же самым паттернами и дальше дальше надо сказать о том что вот это вот легкая однобокость фокусов языка она она только усилилась при переводе и при попадании их на сюда к нам на перевод перевода на русскую землю да есть такая идея с но есть есть и она уже у кого или как то что мы немножечко тут не знаем фокусы языка и иногда и некоторыми в россии называются раскрутками убеждений и это с одной стороны это название как-то более понятное и четкое да нежели фокусы языка с другой стороны за счет вот этого четкости в нем окончательно потеряна идея о том что фокусы языка являются не способом исключительно убивать плохие убеждения фокусы языка являются способом строить строить аргументацию а эта аргументация может быть направлена против плохих убеждений эта аргументация может быть направлено на легкую коррекцию там убеждение не очень да эта аргументация может быть направлена на то чтобы человеку стало плохо там те самая та самая боевая коммуникация эта аргументация может быть в в контексте воспитания до которые являются подразделом гуру фокусов языка до в этом в этом формате она может просто-напросто строить новый мир которого не существовал детей нет убеждений ну то есть там они как-то в процессе их обретения до находятся какое-то время но пока например у ребенка нет убеждений в какой-то какой-то области то как мы им ему расскажем об этой области имеет возможность ему создать эти самые убеждения создать предпосылки для для того мозг мозг ребенка гибкий до москве они там это не то же самое что мы ему рассказали и все она зафиксировать нет не так собственно эволюционно там биологически мозг ребенка гибок он не так быстро схватывает все есть он еще может передумать 20 раз но возможность того чтобы мы все-таки говорили говорили ему более-менее более-менее цель на свою позицию поддерживать вот если мозг ребенка может передумать 20 раз это нет нет не совсем так он может быть и может родители вряд ли позволят потому что родители ему эти 20 раз скажет в привычном формате эту же мысль да и в конце концов это мысль у ребенка и зафиксируется формируя в дальнейшем его субъективную карту восприятия реальность вот и давайте наверное на фокус языка вот и смотреть таким образом что все таки это коммуникация но коммуникация в очень широком смысле этого слова и в зависимости от контекстов мы можем уже принимать решение каким образом мы ее используем для каких целей там формируя что это новое или разрушая что-то там не ресурсно или ресурсная опять же в зависимости от цели да а воспитывая развивая а или на наоборот задавая какие-то конкретные направления вот и вот это вот эта идея бы нам бы очень не хотелось ее терять наоборот мы хотели бы ее эту идею поддержать собственно говоря делать делать опять же в своей книге пишет пишет о том что я говорит нашел эти 14 паттернов но я не нашел за ними структуру это не мы придумали то есть идея о том что вот это вот таблица наша до таблица придумали мы но идея то что типа что это вы такое придумали да там и так все было нормально почитайте книгу дилца вот тут такой очень важный момент мы силу силу скажем так некоторых видео там не наших слава богу которые появлялись да мы хотим напомнить книги существуют для того чтобы их читать это важная мысль то есть выбрасывать книги конечно можно но давайте сначала их прочитаем если там действительно нету ничего да и и можно выбрать но если там что-то есть то там об этом нужно говорить нам это нужно ссылаться корректно то есть дилц вот опять же обращаясь до дилц моделировал не бендлера то есть то что показывал бендлер с фокусами языка если вы дилц это моделировал мы бы скорее всего таблицу фокусов языка имели раньше и и отделаться да мы тогда вы просто сказать дилц еще больше еще больше молодец чем мы до этого его знали да но он моделировал как раз таки немножко с другой стороны плюс заодно сразу переводя это вот на психотерапию на работу с убеждениями он в своей книжке пишет пишет очень четко нет структуры я не нашел структуры за этими четырьмя четырнадцатью фокусами языка она там горит есть но я ее не нашел я ее пока не описал поэтому говорит пожалуйста там там их сложно учить он об этом пишет и сложно учить потому что нет структуры надо три раз не раз что в голове возникла структуры ну кстати было же замечено и в нашем тренерском опыте что какие-то фокусы языка людям дается легко вот они понятны и на любую фразу в ответ они какие-то фокусы прям выдают сразу не задумываясь а какие-то фокусы языка вот со скрипом идут вроде и объясняешь и вроде все понятно но как сделать непонятно да это тоже говорит о том что наверное есть что-то что человеку позволяет какие-то структуры лингвистические воспринимать легче чем другие и и собственно говоря таблица периодической таблицы фокусов языка 4 модели мышления как все из которых собственно говоря удился книги описаны были дедукция индукция продукция и мета мышление от общего к частному дедукция мышление от частного к общему индукция мышление по аналогии она же боковой сдвиг продукция и мышление не то тот самый выход за пределы то есть там по нашему диссоциация да и отстраненное отстраненное наблюдение все они удился упомянут фокус языка разделение и обобщение когда мы начинали заниматься с поиском вот этой вот самой внутренней структуры была идея о том что некоторые что некоторые фокусы языка являются базовыми а некоторые строятся на их основе ну это понятно почему такая идея возникла да потому что есть например есть например изменение размера фрейма да но может быть уже фрейм может быть шире да а есть почему-то разделение и обобщение ну как тоже наверное это должно быть почему-то же это похоже да но собственно говоря там эта идея оказалась неверной фокусы языка нет у них между собой подчиненности а именно что у них есть у них есть вот эти самые модели мышления общие стоящие за ними и эти четыре модели мышления примененные к фактически к четырем слоям опыта если хотите если угодно слоям да там за ними за ними прям торчит прям вот прям торчит из них то таблица логических уровней того же самого делаться да то есть вот здесь здесь может быть надо бы хронологию да может быть они в разное время появились как-то еще да то есть одной стороны таблица была логические уровни были да они там уже применяясь в моделировании с другой стороны идея о том что они еще и здесь наверно могут быть применены она походу там не 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 возникла но тем не менее она здесь еда все-таки дед был человеком очень системным очень дотошным и если он написал что он на чего-то еще не нашел она наверное это был вопрос времени да и интереса в том числе но все-таки вот это умение видеть какую-то структуру да она у него есть она ему присущая и настолько насколько он смог вот в тот момент он детально все расписал и собственно говоря именно это и позволило нам а просто отталкиваться от того что уже было двигаться дальше и собственно говоря некоторое некоторое время несколько месяцев мы этот самый поиск или там по-разному перекладывали выкладывали алексей смолкин в этом участвовал активно мы обменивались информацией ставили друг перед другом вопросы типа там а вот если вот так то что да а если вот здесь как эти фокусы разложить как их куда как их чего то есть ищем и ищем ищем смотрим искали вот эти самые разные штуки в конечном итоге возникла в конечном итоге возникла вот это вот самая таблица ну прямо скажем не без не без все равно шероховатости дней потому что сегодня буквально пока я ехал сюда в нашу замечательную студию я возникла идея о том чтобы фокус языка противоположный пример который единственный из таблицы выбивается может быть нам его сделать инвертированными цветами чтобы понятно что это особый особый фокус языка да вот потому что он он фактически является тем что тем что потом уже здесь в россии назвали каскадами фокусов языка бокс языка противоположный пример является сначала обобщением а потом опять разделением вот ну вот так вот такой тем не менее он очень хороший поэтому его оставляем не стали из него его ничего делать за типа каскады вот важный важный момент нас спрашивали когда мы когда мы анонсировать эфир да спрашивали в комментариях мы вообще эти идеи периодически возникает какой фокус языка бить каким фокусом языка где там внутренняя фокусно язычная кунг-фу вот эта идея является ну наверное не не совсем не совсем верной вот почему если мы изучаем скажем фокусы языка в очень классическом формате давно чуть ли например не по книгам дилса да или вот в том самом формате раскрутки убеждений то есть идея она так прям вот вылезает периодически что ну что один фокус языка примененный он типа может решить ситуацию иногда так действительно может быть чаще всего чаще всего очень четко красиво и изолировано один фокус языка еще и написать бывает не очень просто есть там где-то слов не хватает где-то фраза звучит коряло да где-то пролезают там еще два-три фокуса языка да там дополнительно вот вот здесь если мы опять же говорим что у нас есть 14 супер ударов которые разрушают убеждения то тогда конечно тогда конечно есть замечательная идея что сейчас вот я фигану ему намерением да ему сразу раз станет все понятно вот ну вот здесь как раз здесь как раз немножечко немножечко наверное чуточку не совсем так все-таки наверное фокусы языка даже когда мы с убеждением боремся каким-то конкретным даже если мы нашли убеждение которое реально ограничивать здесь тоже здесь тоже важный момент да помимо отойдем в сторонку помимо помимо таблицы да помимо собственно вот этой там красивой и понятной раскладки фокусов языка мы же не только это нашли мы же мы же еще и структуру убеждения уточнили опять же в книге роберта дилтса он пишет только и исключительно о ограничивающих убеждениях в в преподавании фокусов языка когда когда уже говорится в том числе о боевой коммуникации углу коммуникации говорится еще и о поддерживающих убеждениях но при этом очень большой пласт очень большой пласт вот мыслей о мире он не является не не чисто ограничивающим не чисто поддерживающим есть некоторые убеждения и это убеждение она как бы с одной стороны говорит о том что хорошее возможно с другой стороны говорит что но для этого нужно вот так вот так и только так ограничивающие она или нет чтобы стать богатым нужно много работать нужно много трудиться это ограничивающие убеждения ну с одной стороны если мы смотрим вот только на одну половину да на на идею о том что что нужно там тяжело трудиться ну да она ограничивающим так это ограничивающая его половина это как раз вот та самая негативная часть убеждения а что стоит за словом чтобы стать богатым вспоминаем пресуппозиционные формы как она не та модель эта модель пресуппозиции как минимум человек знает что это такое богатство езда и можно стать можно человек верит и у кого-то значит есть он с чем-то сравнивать соответственно вот это позитивная ресурсная часть убеждений тоже присутствует она даже для него допустимо то есть если мы понимаем что человек говорит примерно про себя то он даже для него допустимо впротив как бы в противовес до в забыл это слово если мы скажем мне богатым не быть да мне нельзя быть богатым я не достоин богатства вот это убеждение ограничивающий в чистом виде и они мы видим что они закрывают идею этого самого богат ну а как правило таких убеждений у человека не бывает много а они безусловно могут быть но их немного и с ними можно поработать поработать большинстве своем фразы которые человек используют для описания своего мира своей жизни они содержат как ограничивающую часть что ему недоступно почему-то для него это сейчас невозможно может быть он не знает как но что-то хорошее чего бы ему хотелось есть его карте и мы с этим тоже можем работать и тогда вот именно в этот момент да когда мы понимаем что большинство того с чем мы работаем это просто описание мира человека да это убеждение но они там часть хорошая часть плохие часть до часть сюда вот они висят в мире человек они связаны со всем остальным миром человек они связаны с ценностями с еще большими ценностями с идентичностями они оформлены в какую-то лингвистическую структуру они связаны с какими-то конкретными задачами да с какими-то конкретными целями они находятся в конкретной сенсорике в конкретном там месте жизни человека вот они те самые те самые слои и тогда речь уже не идет о том что мы долбаем в убеждении речь не идет о том что мы разрушаем это убеждение нет мы его не разрушаем корректируем его тогда можем корректировать мы тогда можем например в позитивную часть убеждения долбануть посильнее до чтобы она под исчезла например и это будет та самая боевая коммуникация когда мы там в той в том самом там для богатства нужно там тяжело трудиться там ну там где где мы а где богатство о какой-то был фокус языка да там отмечайте по таблице таким образом мы получаем возможность работать в рамках одного убеждения из ограничивающей части этого убеждения трансформируя его там фактически терапевтируя человека и или там провоцируя его на движение хорошим либо работая с его ресурсной частью наоборот блокируя достижение этого или наоборот вербуя его наоборот там связывая его с этой там мало достижимой ценностью вот поэтому мы получаем гораздо большее пространство работы с вниманием человека и у нас появляется некое поле куда мы можем закидывать разные мысли разные идеи и человек из этого поля пересоберет свой опыт пересоберет свою карту мы фактически ему с этим помогаем если у нас нет задачи куда-то вести человека туда эта помощь может быть такой не особо направленная мы именно что просто например объем по ну по тем самым например ограничения мы по ним там тут стуз туз туз и фактически вот в том самом режиме там около терапевтическом применении фокусов языка да вместе с тем например усиливаем позитивную часть и все еще пошел счастливый радостный что то что тогда такое это получается если мы берем если мы берем убеждения там ну там богатым и тяжело да если мы с одной стороны делаем это легче а с другой стороны за богатством открываем открываем указываем чеку на большие возможности на то что там но ты же тогда можешь там помогать людям там что-то еще до менять настоящему не там ради этого действительно можно приложить усилия говорим мы это одновременно и применение и и гуру подхода и гуманистического терапевтического совершенно верно но это не фокус языка не можем сказать что мы взяли там и применили там один фокус языка да ну давайте так когда к вам приходит там ваш близкий человек там член семьи друг там ну может коллега а и вам что-то говорит а вы хотите его поддержать вашему не одну фразу сказали он воспрял духом сказал как у ты там классно да хоть и ну такое может быть но такое бывает редко очень зачастую вы там одну фразу другую там вы текст человеку вы даете для того чтобы нему и так показать и на это указать и на это и об этом рассказать и он так а ну может быть ну как бы да спасибо там я подумаю и он уходит в другом состоянии фактически вы используете тот самый каскад фокусов языка фактически вы и переубеждаете человека но с вашей точки зрения да вы хотите чтобы человек начал думать иначе вы пользуетесь фокусами языка вы это делаете конечно же неосознанного это делаете привычном формате именно поэтому наверняка вы замечали что есть люди которых вам легко переубедить донести свою мысль да там как-то поддержать а есть люди с которыми вы точно так же общаетесь но как-то вот чё-то им не заходит ваша речь да вы говорите а он как вас как не слышит как не понимает и вот здесь как раз таки мы говорим о том что есть привычные стратегии мышления да то есть если в рамках семьи вам с детства при в привычном формате да в лингвистических конструкциях там что-то объясняли то соответственно если кто-то вот в таком же привычном формате вам что-то скажет вам это будет понятно для вас это будет убедительно и вот на этом уровне может быть даже одно предложение будет играть в эту вот такую роль да там вот они одно слово сказала но сработала классно да а если например человек из другой семьи там из другого класса там другого города там по другому мысли чтобы вы ему не говорили там одно предложение 10 20 у вас просто не поймет да потому что это другой стиль мышления и вот здесь как раз мы говорим о том что привычные форматы мышления которые закладываются с детства тоже играют свою роль и для тренировки разных способов восприятия и информации извне и донесения информации очень полезно трену тренировать стиле мышления от общего в частном от частного к общему да это та самая дедукция индукция мышление по аналогии и продукция или метода оценку со стороны а именно это позволяет общаться с разными людьми доносить свою мысль именно поэтому мы сейчас вот уже на протяжении некоторого времени когда таблица уже прям прочно вошла бы вне российского науки да пока имели в нашу мы мы в тренинге по фокусам языка во все дистанционные наши курсы в живые в практик мастер мы стали включать дополнительные упражнения на развитие вот этих самых базовых моделей мышления и это реально помогает реально помогает потому что людям становится там там начинает голова работать больше и лучше то есть если если у кого-то если у кого-то там дать такая идея если если у кого-то плохо работает вот та самая продукция то есть мышление по аналогии боковое смещение этому человеку практически недоступно творчество недоступен перенос ресурсов недоступны идеи от вот там вот так вот а здесь я перенесу чуть-чуть скорректирую то есть творчество получается ограниченная у человека нет полета фантазии но это же не только про фокус языка говорится правильно это говорится про всю жизнь человека ему естественно некоторые вещи ему будут даваться тяжело если у человека идет провисание между ну там дедукция индукция да что-то одно из этого плохо работает человеку практически недоступен системный системный анализ системное мышление легкое движение от общего частного и обратно если человеку недоступна вот это самая мета недоступна диссоциация но сами сами подумайте недоступны имеется ввиду сложно это делать по это дело что там никому она не запрещена опять если сложно и идет вот действительно если в семье а какой-то способ мышления просто меньше используются но привыкают обучают ребенка например в страдукции там мышление по аналогии да а вот ты когда делаешь вот так вот это похоже на вот это тебе вот это нравится ребенка не не нравится но тогда и ты тоже так не делай а когда ты делаешь вот так это похоже на вот это тебе так нравится да нет она и но тогда и ты так тоже делай да это вот фактически действительно упражнение на формирование вот такого стиля мышления если для человека он привычен то какой-то другой может быть не привычен он доступен но нужно просто его потренировать и тогда не только фокусы языка этого этой этой из этого столбца фактически будут тяжело даваться ему стиль мышления не дается сниму там человек для которого сложно вот это самое диссоциироваться и мета посмотреть ему недоступна ну давайте с ними не доступна рефлексия так откуда я это взял да вот вот такое вот мышление относительно сам себя человек живет ассоциированным ему там но он он в каких-то местах не может сам отстраниться сам посмотреть да сам себе дать полезный совет и сам его реализовать из фактически такая ну некоторые одни как сама 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 психотерапия и тогда человек приходит в таком состоянии раздрайном например да там случилось с ним что-то такое там он там в гневе там их проблеме и ему дают офигенский совет там суперский совет ему дают говорят ну ты просто посмотри на это со стороны да или чё-ка сразу отпустила конечно он такой сразу хоп такой я и научился да нет он не может посмотреть на со стороны поэтому то у него и проблема поэтому он залипает например вот этих самых эмоциональных сценариях в том числе вот это полезное раз второе вот эти вот движения по движения по строчкам движения по строчкам таблицы где есть сами убеждения где есть связанные с ними ценности с верхняя строчка да где есть там цели задачи где есть сенсорика непосредственно прими проект проверяемая тоже если мы говорим о том что это элементы элементы пирамиды делся той же самой да то мы опять же говорим о том что некоторые вещи могут быть привычно некоторые могут не у нас был однажды человек на кофе помнишь который мыслил исключительно на уровне ценностей исключительно ценности исключительно идентичности самое главное да это там и номинализации сюда у него у него вот прям мега ценности исключительно все супер большое и исключительно оценка людей по их социальных социальным ролям все ему тяжело было речь не о фокусах языка обратите пожалуйста внимание понятное дело что ему например вряд ли дался бы фокус языка там разделение намерение там и чего-то еще до там сенсорика до фокус языка там сужение фрейма там где когда там нет но но есть даже не об этом вы чего думаете что ему только фокусы языка что ли плохо давались нет ему ну там ему жизнь плохо давалось для например очень тяжело ему было общаться с девушками потому что они по логическим уровнем очень сильно не состыковывались и стратегии мышления это вообще наши там глубочайшие там и первейшие там фильтры которые определяют наше взаимодействие с окружающим миром если они очень жесткие если они узкие да там лаконичный и их мало соответственно вот там где проходят где мир проходит сквозь эти фильтры но там как-то чё-то у человека еще может получаться но все остальное остается за кадром и тогда конечно у человека проблемы но с другой стороны это же хорошо что человек приходит учиться и там и получают инструменты для того чтобы расширить вот и возвращаясь собственной под это и самым к этому самому вопросу да на тему там фокус языка на фокус языка этим и так вопрос поставим за счет чего вообще работают фокус языка за счет чего срабатывает срабатывает какая-то фраза когда мы там просто заменили слова там п 27 день дать что тран и что-то сказали на срабатывает за счет того что человек таким образом цель на до нас не думал он например забыла своем намерении мы ему напомним такой блин точно тут же такая вот задача это было человек например забыл думать о своих ценностях мы напомнили ему человек сильно ассоциировался в не свое убеждение дали там вне свой контекст и мы ему вернули а это к тебе имеет какое-то отношение или нет я просто не очень понимаю или человек там переживает там за события не в своем городе мы говорим ну хорошо что мы не там находимся где ты переживаешь об этом же идет речь здесь человек человек себе не отдает отчет о том что он в данный момент в данной ситуации используют ограниченную модель мышления то есть не все не все уровни да и не все и не все вот эти самые способы мыслить он их использовать не все и поэтому у него собственно говоря и есть вот это вот ну давайте сложность или ригидность как мы можем сказать неважно и мы когда когда мы не говорим что вот тебе на пожалуйста фокус языка о чем идет речь на том что мы выводим его туда где он раньше не думал и только за счет этого фокус языка работает а если вы знаете что это был фокус языка о чем это нам говорит блин это навед о том что у вас осознанно и вот вы понимаете чтоб вам применяют фокус языка и вы думаете какой бы мне к нему примениваю он тоже в теме и вы ему применяйте фокус языка и дальше как это анекдот хочу рассказать значит на встречаются на конференции да или там где-то там в поле в лифте не помню там по-моему разных форматах это анекдот был несколько несколько психологов значит встречаются и начинают такой типа разговор как бы ни о чем один такой вы знаете там вот там я недавно машину поменял то нам другой там еще чего-то третий такой смотрит господа мы же горит профессионалы зачем вот это все год давайте достанем и померимся я извиняюсь даже за за настолько прямой анекдот но мне кажется он очень правильный в тему когда встречаются два супер манипулятора с помощью фокусов языка и всего остального здесь наверное нужно вот в том числе вот таким вот образом как-то говорить как типа ну давайте мы мы вроде бы оба понимаем что о чем идет речь да мы оба понимаем но понимаем что здесь можно манипулировать мы оба видим эту манипуляцию мне кажется что именно поэтому мне кажется что именно поэтому часть переговоров политиков идет за закрытыми дверями без каких-либо видео там без журналистов да и когда они закрылись там как бы потерли свои там великие терки а потом выходят и уже там делают совместное заявление причем они могли не договориться да там они могли за ну понятное дело и не кроет друг друга последними словами вот но что там происходит за закрытыми дверями я вот прям вот иногда мне кажется да что и такие сетки слушай давайте он давай сейчас короче будет беседы ты мне хочется еще несколько слов сказать да но их неправильно говорить на телевидении да даже на нашем маленьком на между собой нам телевидение все у них ты слова говорить нельзя да но я прям думаю что это так оно и происходит если ты гай слушай там бил давай короче без всего вот этого да конкретно вы хотите вот это это фигня нам не нравится по вот этому вот этого вы на это никогда не пойдем если там чего-то кого-то там ну может быть да ну давай давай открытая возможно как-то так это происходит потому что ну то скорее всего так потому что давайте на фокусах давайте держать в голове идеи что прежде всего коммуникация коммуникация это предложение это лингвистические конструкции которые несут какую-то информацию в зависимости от того как мы построим слова в предложении порядок слов в предложении смысл может меняться очень существенно акценты будут расставлены по разному вот и именно вот этот факт имеет значение фокус языка работают за счет того что вы смещаете фокус внимания человека в каком-то направлении в его же внутренней карте потому что человек там ну либо не видит не учел забыл еще что-то а а вы туда обратили во внимание сюда куда-то там сенсориум в конкретные факты в ценности в идее цели в задачи на в прошлое настоящее или будущее и человек после вот этих ваших интервенций да вот после того как вы обратили во внимание задумается он как бы проанализирует он может и останется при своем мнении а может и не останется и как правило мы все равно так или иначе влияем друг на друга мы все равно так или иначе пытаемся свою мысль донести или откорректировать мысль другого человека а если мы это делаем не особо но если мы понимаем каким образом мы можем вот это внимание эффективнее направлять быстрее там лучше точнее да тогда мы говорим что у нас есть 16 паттернов фокусов языка да вот 16 лингвистических там структур до модели там давайте так паттерна вот мы тогда просто делаем осознанно когда нам это нужно ну да конечно же в терапии нам это нужно ну потому что это рабочий инструмент и мы поможем клиенту быстрее где это еще в переговорах нужно да конечно мы быстрее договоримся да мы точнее сможем увидеть точнее донести мысль там точнее как-то переместить фокус внимания нашего оппонента или партнера конечно же нам это нужно когда мы пишем предложили какие-то предложения коммерческие да когда мы пишем продающие тексты опять же чтобы сфокусировать внимание целевой аудитории на каких-то важных вещах которые с нашей точки зрения им нужны при этом если если это аудитория об этом не задумывалась то тогда она за нашим фокусом пойдет а если не задумывались не прочитать как не нет это пишут не про меня я думаю по-другому и это тоже хорошо потому что мы тем самым ну наверное сегментируем аудиторию да мы на одних людей нацелились эти люди пришли а все остальные не пришли это наверное очень здорово это снижает затраты на рекламу дать снижает затраты там рекламации снижает например много чего хорошего делать вот и ну единственное все равно нужно сказать как это фишечки то все равно есть на тему там разговоров с фокусами языка это это не является это не является этим кунг-фу фокусов не надо не надо наверное в эту идею сильно залипать по по таблице откройте откройте картинку таблицы посмотреть если в во фразе обращенный к вам вы видите ну вы видите там что-то похожее на какой-то фокус языка до либо она полностью на нем построены если вы продолжая диалог хотите как бы на нее отвечать здесь есть два момента они вот важны ими являются и для для построения тех самых там каскадов фокусов языка когда их там несколько да и для домино и для ответов тоже они являются важными для поисков для поиска того как человек еще может быть не думал тоже важными является если вы в ответ на там фокус языка человека говорите фокус языка который находится на одной строке или в одном столбце с фокусами языка которые вам предъявили то вы будете казаться чуточку логичнее ну то есть человеку проще будет эту мысль проще будет эту мысль понять потому что она ну там как-то по нашим предположениям потому что потому что это мозг мозг человека меняет только что-то одно то есть только либо стратегию мышления оставаясь на одном уровне до только либо уровень но оставаясь в рамках стратегии мышления эту фишку нашел нашел как раз тут алексей смолкин на на питерских нлп клуба вот а если вы хотите чуть больше транса ну человеков тогда ставьте рядом фокус языка которые находятся на разных стал столбцах и строках ну то есть глубокое движение движение по диагонали трансует движение по перпендикулярам до по горизонтальным по вертикалям она строит фразы логичнее вот это чисто наблюдение такое вот так оказалось да есть предположение почему они есть у нас но фактически это просто наблюдение поэтому да вот это вот это можно использовать либо речь будет чуть более логично либо речь будет чуть более чуть более трансово это вот по по таблице мы можем ходить что у нас у нас нет вопроса пока по крайней мере мы бесконечно понятно предполагаем да что все понятно так вы бы я тоже весь до вопроса смотрит давно вот ну что мы потихонечку потихонечку завершаем сейчас может быть вопросы еще какие то есть если у вас есть вы пишите мы мы пока будем подытоживать да и на вопросы конечно ответим если они если не появятся вот а важное важное таки почему фокусов языка стала 16 до это важный момент собственно говоря их фокус языка фокус языка изменения размера фрейма он он фактически является двумя фокусами языка если мы говорим о том что за 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 фокусами языка стоят модели мышления базовые дата понятное дело что дедукция это сужение фрейма индукция это расширение фрейма да это чистая логика исходили из этого а потому что действительно если человек привык мыслить в дедукции то говорить ему в сужении фрейма будет понятнее конкретно такому человеку будет понятнее а человек который идет от общей от деталей к общего частному к общим наоборот а сколько бы вы не сужали он не очень будет вас понимать ему удобнее если вы будете расширять фрейм расширять то есть но фактически фокус языка он и остался просто просто за ним за ним поскольку находятся две разные логики да то и мы естественно его надо бы это показывать что все таки здесь есть некоторая разница вот ну и еще один вот собственно тот тот самый там фокус языка который дополнительный фактически получился который тоже получился дополнительным только за счет того что там немножечко другая модель мышления стоит роберта дилтса если смотреть опять же в его книге если ее читать изнутри то примеры на иерархию критериев он приводит два примера и один пример это иерархия критериев то есть он выделяет что-то важное но внутри скажем внутри этого процесса то есть непосредственно связаны непосредственно связанные ценности непосредственно связанные критерии а другой он выходит совсем куда-то там далеко высоко другом фактически мета позиция другом да в другом примере он вообще выходит за рамки этих ценностей связанных с этим убеждением и переходит вообще в другую ценность которая там сильно выше сильно больше вот за этим тоже стоят два разных подхода 11 подход это дедукция когда мы из всего пространства ценностей это мы сейчас как бы палим же немножечко концепцию как собственно говоря строить фокус языка да по таблице как строить иерархию критериев мы выберем и берем пространство всех возможных ценностей которые непосредственно связаны это непосредственно участвует в этом контексте и выбираем из них одно и говорят самое главное всего его архи критериев готова или вот это самое или вот это или вот это или вот это или вот это и уже в этом пространстве ценностей там как раз получается что некоторые ценности если мы на них обращаем внимание некоторые критерии то это будет боевая коммуникация если на эти обращаем внимание будет провокативное если мы обратим внимание человека на на самый недостижимый критерий на самый сложно реализуемый критерий и скажем суши на самом деле самое важное это вот это что будет со всей вот этого концепция чеку станет хуже потому что скажет блин вот реально это самое важно на блины самое сложное ой все да и я пойду займусь чем-нибудь попроще чем моя жизнь вот вот он ярко критериев если мы чек выйти потом ну это все говорим понятно но на самом деле это важно что во всем мире того что это такое это мы выходим вообще с мы выходим из вот этой вот системы критериев и ценностей которые связаны непосредственно мы выходим в больший мир мы выходим в ценности групп это то что находится там вообще там в миссии собственно и находится да мы выходим в ценности в тех ценности терминальные в ценности там уровня предназначения и смысла жизни и говорим слушай на самом деле да это чтобы вот там прожить жизнь счастлива вот это самое главное ну да наверное это прям сильно выходит за рамки скажем там идея о том что там заработал не заработал там или там каких-то еще и это два разных две разных модели мышления 1 это индукция другая это мета это и другое это удился и то и другое входило в один фокус языка в иерархию критерия ну собственно мы их разделили потому что ну потому что там разные модели мышления да опять же мы исходим из вот именно вот такой логики и вот долго думали как назвать это одно из самых сложных наверно было в формировании таблицы и в таком формате изучение фокусов языка становится гораздо проще проще потому что понятно что за каждым стилем мышления дедукция индукция традукция элемента а есть свой набор паттерна фокусов языка который логично а этот стиль мышления раскрывают и по не понятно что в результате этого какие-то фокусы языка человеку проще даются потому что он так мыслит он сам так мыслит уже привычно а какие-то сложнее и если они даются сложнее это говорит только о том что нужно потренировать стиль мышления да и просто поделать упражнения детские упражнения там на развитие логики которых там очень много да там они могут быть разными вот и тогда фокусы языка становятся точно также этом понятными простыми как и те которые на тренированы с детства и вот такая система позволяет быть гибче в выборе использования тех или иных паттерна тех или иных фокусов языка когда вы четко видите что есть стратегии мышления и есть уровни и все это создает некое единое поле пространство в рамках которого выбираете чем воспользоваться в зависимости от ваших целей так что что мы можем сказать только одно изучайте фокус языка изучайте способы изучайте способы мышления изучайте способы построения фактически аргументов изучайте способы как доносить свою мысль изучайте способы как оспаривать мысль другого человека да как ставить под сомнение как искать узкие места в том числе в своих идеях как искать да там если какую-то мысль там вы обдумываете да вы можете на бумагу и перенести и посмотреть посмотреть где вы не думали вот по таблице прекрасно видно например где вы не думали если выписать все что вы имеете сказать по этому поводу то внезапно может оказаться что вы например там ну принципиально не ходите в какой-то какой-то угол этой таблицы ну сходите там чего интересное есть наверное да ну что ну что да хороший вопрос ну что вопросов таки не появилось таки не появилась вопросов да значит все значит все значит все классно запись у нас есть дистанционный курс магия языка который построен именно на изучение вот таблицы мы даем упражнения на стиле мышления мы обучаем видеть и ресурс и ограничения в рамках каждой фразы убеждения или возражения мы тренируем каждый паттерн фокусов языка отдельно и собираем это в текст и поэтому это все практика фокусы языка это конечно привычно воспринимается как нечто сложное но сейчас все стало несколько иначе сейчас есть уже структура езда практиковать тренировать и вообще-то пользоваться одной одной из важных задач собственно говоря которые мы в первую очередь решали таблицей это задача прям реального упрощения упрощение восприятия обучения изучения и преподавания этих самых фокусов языка они умели их преподавать мы умели их рассказать не только мы умели их рассказывать да и преподавать вместе с тем мы видели всегда что на мозге человеков они все равно там ложатся тяжело мозги скрипят сильно скрипят люди говорят эту тему нужно тренировать там побольше и побольше да ладно они и у нас скрипели если 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 получилось я если получилось она получилось вот ну по по наблюдениям нашим да то что мы то что мы на наших тренингах сейчас задаем по нашим наблюдениям ускорилась преподавание фокусов языка ускорилась люди которые говорили о том что типа там я все еще их никак не могу да понять они там услышав полоска будет все блин наконец-то есть структура люди которым тяжело было запомнить 14 фокусов языка до под таблиц запоминается легче потому что мы помним 7 плюс минус 2 до 7 плюс минус 2 это это либо ты запоминаешь 7 и 7 эти самые фокусов языка до 2 половина пропадает куда-то или там 9 и сколько то и какие еще либо либо ты запоминаешь вот 4 мышления 4 вот этих и внутри они есть есть возникает возникает внутри вот эта структура возникает мнемоника в конце концов возникает легкое запоминание вот это в том числе важная задача и мы мы считаем мы выполнили эту самую задачу фокус языка стали стали проще стали понятны и собственно говоря то то что то что в книге диос писал обратитесь могут обратить книги обратитесь к нашей статье он писал учить их сложно потому что непонятно что за ними стоит непонятно как писать поэтому тренируйте лингвистически пишите пишите проверяйте делайте 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 однажды у вас в голове включится фактически так но написано в книге нет говорим мы давай не однажды давай побыстрее да давайте давайте вот то есть может быть может быть может быть это может быть это не единственная систематизация может быть там кто-нибудь когда нибудь сделает или может быть даже уже сделал какие-то еще другие способы структурировать фокус языка нам они пока неизвестны может быть мы допускаем вполне что есть где-то там вот более лучший способ систематизировать мы с удовольствием их рассмотрим если он действительно лучше задача задача не в том чтобы там быть самыми крутыми задача в том чтобы модель была самой понятной до самой удобной самой эффективной ну что на этом мы заканчиваем как обычно как обычно запись 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 остается запись будет на ю тубе можете досмотреть все остальные наши записи на нашем канале 0 5 и ждем вас ждем вас в эфирах по четвергам в эфирах нашего самое полезное тв в мире